Запад загоняет Россию за железный занавес Политика Международное положение 5 марта 8.3 Запад загоняет Россию за железный занавес США запускают глобальную систему противодействия российскому влиянию в мире Анна Седова Комментариев просмотров 9811 Фото Омега Stock and People slash Global Look Press Материал комментируют Константин Шадров США разрабатывают проект глобальной системы противодействия российскому информационному влиянию за рубежом Об этом известием сообщили два источника в американских политических кругах Планируется, что сеть национальных центров цифровых расследований по всему миру с привлечением местных СМИ и НПО будет открыта уже в 2019-2020 годах Кроме того, в нее будут вовлечены крупнейшие мировые IT-компании Facebook, Twitter и Google По сведениям СМИ, три пилотных проекта будут запущены совсем скоро, уже этой весной в Грузии, странах Прибалтики и на Балканах Главная задача таких офисов выявлять и препятствовать воздействию Москвы на общественное мнение в этих государствах Во многих странах, где будут открыты центры, существует определенная доля населения, которая с одобрением относится к России и ее руководству Именно с такими тенденциями и будет бороться создаваемая сеть, пояснил инсайдер Кроме того, специальные мониторинговые миссии будут заниматься выявлением фактов вмешательства Москвы в электоральные процессы Эти технологии будут опробованы уже на мартовских выборах президента Украины, а также на майском голосовании в Европарламент Читайте также Операция «Троянский конь» США придумали Как окончательно подмять Россию новая стратегия Пентагона против Москвы может оказаться эффективной при определенных условиях В 2020 году планируют промонетарить президентские выборы в Казахстане, Молдавии, Тайване и на Шри-Ланке А также проследить за парламентскими выборами в Венесуэле, Грузии, Литве и Черногории Штаб-квартира, которая займется координацией работы глобальной сети, будет расположена в Вашингтоне На такие планы выделяются миллионы долларов Эту часть программы по противодействию российскому влиянию в странах-союзниках США, а также других государствах, в которых Вашингтон заинтересован, пояснил собеседник издания В чем же будет заключаться противодействие российскому влиянию и к чему оно приведет? Старший преподаватель кафедры социальной технологии МГГУИ Шолохова Константин Шадров считает, что сеть будет заниматься именно тем, с чем якобы призвано бороться с российской стороны Во-первых, само по себе это сообщение является частью информационной войны и противодействия, так как оно по умолчанию предполагает, что Россия вмешивается в выборы в других странах и распространяет неправдивую информацию Во-вторых, ничего нового в этом нет Такое влияние Запад оказывает уже много десятков лет Просто теперь эти усилия выходят на новый информационный и технологический уровень Благодаря достижениям науки и техники все эти подходы и наработки разных стран будут объединены в одну систему Взять хотя бы большие данные Big Data Которые позволяют отслеживать поведение людей, не проводя социологические исследования С помощью больших данных можно эффективно оказывать влияние на всех, кто имеет доступ к интернету Третий момент концептуальный Само объявление о переходе к такого рода борьбе это симптом того, что в идеологической работе Запада наступило осознание, что старые методы и подходы пропаганды, лжи и манипуляции уже не действуют Это и сигнал о том, что у нас стало что-то получаться в противодействии таким манипуляциям СП, есть ли опасность в подобной сети для нас? Они ребята опытные и, думаю, что-нибудь у них да получится Поэтому нам тоже нужно активно включаться в эту работу Все те цели, которые заявлены при создании этой сети противодействия влиянию России на выборы, на политические предпочтения граждан Распространение фейковых новостей это, фактически, объявление о том, чем на самом деле будут заниматься сами эти центры Просто читайте, чему авторы инициативы собираются противодействовать И будьте уверены именно это они будут делать сами СП, значит, образ России, и так не лучший на Западе, станет еще более негативным К чему это приведет? Видимо, появление такой сети симптом, что прежняя работа по демонизации России начала терять свою эффективность Да, во многих странах образ Российской Федерации, может, и не становится сильно хорошим Но весь этот поток негатива приводит к тому, что большие массы населения теряют доверие к собственным правительствам Один из способов контроля на это создание образа врага Россия в него прекрасно вписывается, как и Китай или Иран Но в результате этих попыток запугивания и попыток управления обывательскими массами Эти самые обыватели начинают все больше сомневаться в своих властях Посмотрите хотя бы на наш канал Его аудитория во многих странах превосходит аудиторию местных телеканалов А с учетом того, что средства, которые вкладываются в один-единственный RT, не идут ни в какое сравнение с деньгами, которые вкладывают в СМИ на Западе Можно прийти к выводу, что лучшая российская пропаганда это правда Иногда чтобы эффективно вести пропаганду, не нужно ничего выдумывать, никем манипулировать Достаточно просто говорить правду, и постепенно люди поймут, что все так и есть И даже если у вас бюджет в десятки раз меньше, слушать будут вас Создание сети для противодействия российскому влиянию Это попытка вернуть утрачиваемое влияние, в том числе информационное, в мире Не думаю, что вливание нового вина в старые мехи что-то исправит Но в условиях развития технологий и развития глобализации Переход на принципиально новые принципы работы неизбежен СП, какие именно? Мой прогноз в том, что будет усиливаться железный занавес Напомню, что после Второй мировой войны железный занавес опустил не Советский Союз Это Уинстон Черчилль объявил о том, что нужно его опустить Чтобы идеология коммунизма, ставшая очень популярной, не распространилась у них Вот и сейчас условный Запад по всем странам мира предпринимает попытки запретить тот же Russia Today И ищет везде русскую угрозу И не просто ищет Тот же Facebook Вводит очень серьезные ограничительные меры Удаляет и блокирует различные сообщения, которые они записывают в российскую пропаганду Доходит до того, что обычные поздравления с 23 февраля называют противоречащими правилам сообщества Думаю, такой тоталитаризм, проявление которого мы видим уже сегодня, будет только усугубляться Содержательно Западу сказать нечего Идеологическая модель США перестала быть манящей и привлекательной и для внешнего мира, и для их собственного обывателя Поэтому остается только закручивать гайки, закрыться от мира, вариться в собственном соку, делать вид, что все прекрасны, а вокруг только злая Россия СП, это сработает Мне кажется, что такой подход неэффективный Но американское руководство будет идти этим путем, потому что он привычный и позволяет не отказываться от старых способов контроля над своими массами Раньше общество всеобщего благополучия работало У всех была машина, дом, работа А сейчас огромные долги за ипотеку, высокие налоги, социальное расслоение Модель общества благополучия, социального договора, когда население делает вид, что у них действительно демократия, а власть обеспечивает им хорошую жизнь за счет ограбления остального мира, перестают работать Читайте также Кремль бросил на подъем своих рейтингов угрозу Запада россияне чувствуют, что страна теряет управляемость Какой новый социальный договор будет заключаться неизвестно Можно поддерживать иллюзии того, что все в порядке, за счет блокирования альтернативных источников информации Но по опыту того же СССР мы знаем, что если все блокировать, то даже малейшие слухи, малейшая информация, пусть и неправдивая, но альтернативная, будет восприниматься, как лучик света в темном царстве Поэтому это изначально тупиковый путь Блокирование альтернативной информации с помощью такой глобальной сети, искажение информации, подавление иных точек зрения это просто усиление уже существовавших тенденций, использование старых провалившихся методов Но нужно не выше прыгать на месте, а двигаться принципиально по-другому Так что я думаю, что ничего особенного из этой инициативы не получится Но нам все равно нужно понимать, что дурная голова покоя не даст не только им самим, но и нам Так что нам нужно продолжать свою работу Эта глобальная инициатива создает для нас не только дополнительные угрозы, но и дополнительные возможности Время от времени эти инициативы нужно разоблачать Ведь в идеологической работе противник очень часто сам подставляется, показывает, что его идеология свобода и демократия для него самого ничего не стоит Нужно показывать это всему миру Как я уже говорил, иногда пропаганда состоит только в том, чтобы говорить правду, нужно делать это и дальше Санкции, новости Премьер-министр Баварии заявил, что Россия не место на скамье штрафников